здравствуйте дорогие друзья теперь давайте разбираться с планировкой города как мы знаем из официальной информации тулов впервые упоминается в летописи по 1146 годам а москва по 1147 имеются черты сходства тула с российской столицы их планировки при этом как уже отмечалось ранее оба города основаны как минимум на 200 лет раньше их дружбы по рязанскому договору от 1382 года имеют похожие кольцевые центры от которых радиально расходятся улицы внутри каждого из указанных колец находится кремль и небольшой остров образуемый проходящий через центр города рекой в туле это упа столицы это москва река в районе каждого из этих островов имеет место слияние основной реки с рекой второстепенной в туле упы с улицей столицы москва реки с яузой оба города создавались по одному и тому же принципу красный кирпичный кремль в обоих городах тоже строился почти одновременно возможно одними теми же мастерами как нам говорят итальянскими поэтому и разговор о планировке города тула безусловно нужно начинать с тульского кремля ибо от него как от центра улицы словно лучи расходятся в разные стороны тут невольно вспоминается выражение плясать от печки кстати это выражение приписывают одно из сцен не оконченного романа слепцова хороший человек от 1871 года однако когда слепцов писал свой роман это выражение уже было широко известно в народе и пошло оно от того как строили избы и прочие подобные дома первые возводили печь затем от нее размечали и строили все остальное вот это многократное хождение от печки назад ней проделываем ее в процессе разметки будущих стен и называли плясать от печки с городом то же самое города всегда разрастались от кремля если в городе нет кремля то это поселение не могло называться городом про тульский кремль уже вышло несколько фильмов на канале и там мы подробно разбирали многие противоречивые моменты связанные с кремлем сейчас не буду повторяться и лишь перечислю некоторые из этих моментов первое расположение тульского кремля не на господствующей высоте северного берега а на южном берегу более того в низине а ведь именно для защиты с южного направления кремль и задумывался по версии официальной истории то есть вопреки всем правилам фортификации преимущество рельефа местности решили не использовать второе конструкция самого кремля а именно расположение его башен ведь если ждали гостей с юга тогда почему с южной стороны всего три башни а северный аж 4 нелогичнее было бы сделать наоборот ведь случай осады башни дает больше преимуществ чем просто ровная стена тем более учитывая что северная стена стоит вдоль реки то там вполне хватило бы двух башен третье глубина залегания башен кремля 8 с половиной метров ниже современного уровня грунта при этом глубина закладки фундамента под крепостными стенами варьируется от 2,2 до 2,7 метров но не везде справедливости ради должен отметить что есть некоторые участки стены с глубиной подземной части также 8 с половиной метров однако имеют ли отношение эти подземные участки к современным крепостным стенам это уже другой вопрос в комментариях под предыдущими фильмами про тульский кремль мне постоянно писали что он новодельный и стены сложены в 19 20 веках а с этим собственно никто и не спорит так например башню адовских ворот только официально ремонтировали в конце 18 начале 19 веков а затем еще в 1930 и 1950 года а в 1960 годах проводилась комплексная полный научная реставрация с целью установить первоначальный облик кремля в двухтысячных годах была еще одна реставрация приурочена 500 летию тульского кремля этими ремонтами как раз добились обратного кремль потерял остатки первоначального облика но кое-что все-таки осталось и смотреть нужно не на то что сверху она то что под землей четвертое под землей находятся не только башни напротив башни адовских ворот прямо под проезжей частью улицы менделеевской на глубине два метра находится широкий и длинный каменный арочный мост который пересекает реку или канал проходивший там где ныне улица менделеевская про этот мост на условиях анонимности не рассказал один из участников раскопок на площади ленина подтвердить или опровергнуть эту информацию я не могу при этом практически любой тульский историк скажет что никакого моста и реки или канала там нет и никогда не было однако глядя промо-ролик посвященный тульскому кремлю который демонстрируется в тульском государственном историческом музее мы видим этот самый канал также и на макете выставленном в этом самом музее мы видим канал которого нет более того если внимательно посмотреть на современные спутниковые снимки то мы видим некий канал или старец упы которая как раз имеет направление к кремлю то есть крем был все же северной стороны реки но это почему-то упорно отрицается немного далее я объясню почему получается город засыпало реку засыпало а про упу пишут очевидцы приезжавшие посмотреть на металлургическую столицу россии что она всего-навсего грязный ручей возникает вопрос когда упа превратилась мелкую речку ведь даже согласно официальной информации в 18 веке упа была частью судоходного маршрута ведущей и средней россии к морю по оке и дону через иван озеро первый караван кораблей прошел по этому пути в 1707 году а в 19 веке по упе двигались баржи и на примере опор моста про который также есть отдельный фильм мы видим что судоходную по далеко не фантазия пятый момент деревянная крыша над башнями и боевым ходом на стенах видимо в 16 веке люди огня еще не знали или горящие стрелы не использовали ведь при наличии деревянной крыши на башнях или боевым ходом стен поджечь ее для сожидавших труда не составляла и тогда это башня и стена для штурмующих уже не представляет никакой угрозы так как все защитники просто уйдут с них спасаясь от огня естественно штурмующие не полезут на горящие стены но отсутствие защитников на башне стенах даст возможность например подкатить таран к воротам и выбить их согласно официальным историкам балки перекрытия как и настил в башнях были деревянные то есть пожар в башне во время осады полностью лишал возможности использовать эту башню для защиты после того как догорят все межэтажные перекрытия так как башня внутри оставалась полностью пустая таким образом по логике официальных историков строители кремля сделали все возможное чтобы до защитников было легче добраться во время штурма крепости при этом официально утверждается что тульский кремль не был ни разу взят за исключением случая с восстанием болотникова да и то тогда кремль не взяли штурмом а просто затопили поставив плотину на реке ведь кремль то в низине как удачно все вырисовывается прям как по заказу и эти и некоторые другие моменты разбираются фильмах посвященных конкретно тульскому кремлю ссылки на них будут в описании под фильма я сейчас не буду пересказывать их содержимое так как сегодняшний разговор и так уже затянулся просто приведу итог из тех фильмов если кому интересно почему мы пришли к такому выводу то посмотрите эти фильмы они хоть и длинные но думаю заслуживают отдельного вашего внимания и так по совокупности фактов о тульском кремле мы делаем вывод что тульский кремль как минимум не то чем кажется и что с ним явно не все ладно но чтобы разобраться во всех хитросплетениях нужно рассматривать историю всего города в целом помимо даты основания и название тулы история появления в первые десятилетия 16 века тульского кремля таит себе немало загадок если внимательно изучать летописные рассказы о строительстве кремля то оказывается что в них упоминается два ограда на тули деревянный и каменный официальные историки по-разному объясняли хронологии этапов строительства градов и их расположение и внешнеполитические обстоятельства приведшие к появлению самого южного кремля россии все эти разнообразные объяснения являются следствием скудности письменных источников анализ и интерпретация которых и дают возможность написать любую нужную историю появления тульского кремля например в договоре 1382 года записано так а что место князя великого дмитрия ивановича на рязанской стороне тула как было при царице при тайдуле и коли ей обоскаться ведали в тося князю великому олегу не вступать и то есть тула называлась место а не город из этого некоторые следователи сделали вывод что речь шла о какой-то территории именуемой тула и только потом якобы построенная здесь крепость обрела название по местности но так ли это надо понимать что средние века городом называли исключительно огороженное укрепленное поселение а если отсутствовали крепостные стены валы и рвы то это был совсем другой населенный пункт с точки зрения официальной истории в современном литовском украинском чешском словацком языках слово место и поныне переводится как город в польском этому соответствует слово място но город мог называться городом только если была крепость и это все не мои выдумки это все официальные данные можете сами проверить тула того времени опять же официально была не укрепленным поселением и только в 1507 году по указу василия третьего на новом месте начали строить тульский кремль когда именно здесь пролег главный маршрут нападения на столицу нового сильного противника крымского хана получается что тула будучи городом 400 лет не имела крепости или все же имела что интересно все до одного источники указывают что строительство крепость осуществлялась на туле но многие исследователи и краеведы на это не обращают внимание а зря отсутствие в исторической части города средневекового культурного слоя ранее 16 века не оставляет сомнений в том что под этим термином следует понимать название реки то есть тулицы среднее и нижнее течение которой еще на многих картах 17 века носят название тула тем более что река упа сама по себе упоминается в текстах 16 века буквально рядом сообщениями о строительстве града на тули это важный момент кстати интересный факт в отличие от даты создания деревянного града на тули под 7017 летом от сотворения мира это 1509 год от рождества христова которая содержится во многих летописях исаффовской никоновской воскресенской 2 софийской уваровской и других упоминание о начале каменного строительства 7000 пятнадцатое лето то есть в 1507 году присутствует только в одном источнике кирилла белозерском кратком летописчики также не следует забывать что согласно той же официальной истории время строительства кремля не было мирным поэтому нужно было не только строить град на тули но одновременно и защищать это строительство некоторые следователи тульского края совершенно не учитывая городище в селе торхово которая расположена на реке тулица и тула считают что старая тула была расположена на острове посередине река упа на так называемом старом тульском городище и что якобы под защитой деревянной крепости расположены там и осуществлялось строительство каменной крепости на южном берегу упы но у этой версии есть очень простое опровержение старое тульское городище расположены на острове явно не соответствовало традициям русского средневекового градостроительства начиная с домонгольского времени существовали достаточно четкие принципы топографического размещения города как долговременного укрепленного поселения они вытекали из максимальной безопасности и достаточно комфортных условий обитания его жителей именно поэтому города возводили на высоких крутых берегах рек которые к тому же часто искусственно дополнительно укреплялись таким образом наиболее оптимальными местами являлись мысовые участки образованные слиянием двух рек или глубокими оврагами идущими перпендикулярно руслу реки удобными были также холмы останцы имевшие господствующее положение над окружающей местностью ясно что располагавшиеся в пойме на стрелке поэт улице старое градище потапливаемые в половоде экологически неблагоприятно из-за болотных речных испарений и обилия комаров окруженная господствующими высотами не могло стать привлекательным для строительства долговременного укрепленного поселения и археологические изыскания старом градище это подтверждают вся археология там это 16 17 век причем все исторические артефакты имеют технологическое назначение и связаны с промышленностью но никак не с бытом человека тогда возникает вопрос о каком в деревянном городе вообще идет речь и вот тут начинается самое интересное если внимательно посмотреть на тулу сверху то первое что мы увидим так это улицу советская которая как бы опоясывает исторический центр города и это не случайно ведь это улица образовалась когда были разобраны деревянные крепостные стены которые и опоясывали тулу на карте 1731 года это отчетливо видно обратите внимание на киевскую дорогу подходящую к тули с юго-запада ныне это проспект ленина в прошлом согласно официальной истории это был крепостной вал завитай который шел на 14 километров на юг но мы к нему еще не раз вернемся сегодня а сейчас нам интересно что на карте 1731 года четко видно как крепостная стена идет полукругом и где-то внутри притаился кремль однако на плане перепланировки тулы уже от 1740 года от полукруга крепостных стен и вала завитай не осталось и следа более того улицы все какие-то кривые а вот крем ровный и правильный даже все башни обозначены на своих местах как будто дорисованы позже логика простая понятна человек рассматривающий старинную карту тулы будет в первую очередь искать глазами кремль поэтому крем и нужно показать затем на плане города 1779 года мы уже видим привычные нам очертания улиц и прежде всего улицы советской она выделена красным а на плане 1790 года вдруг оказывается отсутствует кремль или его забыли дорисовать или его вообще никогда не было а стена полукруглой крепости есть на карте выделено желтым но это еще не все тайны планировки города возвращаемся на киевскую дорогу она же киевская улица она же улица коммунаров ныне проспект ленина цитата из книги валерия ивановича ксенофонтова старотульские тайны на 14 километров на юг шел высокий земляной вал с деревянной стеной по верху и башнями и шести бастионами строгыми переворотах построен он был в 1630-х годах и объединял тульский кремль с малиновой засекой это был наиболее внушительный участок засечной черты русского варианта великой китайской стены андрей гаврилович глаголев тульский историк и археолог из далеких 1800-х пишет между прочим примечательно здесь два земельных вала один из них пересекаемую пою находится в двух верстах ниже тулы обыкновенно почитают его остатком плотины насыпанный в 1607 году войском царя василия шуйского по совету боярского сына сумина кропкого для того чтобы навонением вынуть из города скрывавшиеся в нем скопище злоумышленников болотникова другой начинающийся в самом городе идет по направлению киевской дороги и в верстах семи от города углубляется в засеку он как уверяют простирается на весьма значительное расстояние кем и когда насыпан этот вал неизвестно сохранилось только предание что он служил границу россии и оплотом против набегов татарских подобные валы есть в рязанском козловском и тамбовском уездах начало тульского может быть отнесено к 16 столетию когда в тульском уезде при царях иоанне васильевич и феодорио иоанновичи сделаны были для защиты от набегов татарских засеки и на засеках разные укрепления вал был действительно примечательным и впечатляющим не зря же на плане города тулы 1731 года в примечаниях сразу после а город тула идет б земляной вал или завитай со звездными бастионами крепостных укреплений кстати существует несколько карт на которых тул изображена крепостью звездой даже есть такой рисунок который показывает нам сам кремль в качестве звезды кстати вот план крепости звезды тула от 1740 года сравните ее с этой картой тулы от того же 1740 года и как говорится почувствуйте разницу согласно официальной истории в начале 17 века территория российского государства простиралась на юге от каспийского до азовского моря а на западе по линии нежин смоленск псков российское государство граничила с речью посполитой это официальная информация которую преподают школах однако в работах многих тульских краеведов подчеркивается что укрепление российского государства в 17 веке позволило начать ремонтные работы на тульской оборонительной линии причем согласно официальной же истории за 14 16 века ну когда укрепление были изначально построены с предположением нападения с юга и востока а не с запада а в 17 веке согласно официальной истории казань уже была взята из востока угроз больше не было но запада были стычки с речью посполитой перерастающей в кратковременные и не очень войны однако в туле восстанавливают укрепление 14 16 веков ориентированный на восточную и южную стороны песцовые книги 17 века дают нам описание новых укреплений эта острожная стена с башнями начиналась вместе с хождения старой острожной стены 16 века и укрепление системы завитой малиновской засеки подуге окружала существовавшие ранее в этой части улицы ставшие теперь частью посада любопытно что из восточной стороны кремля от ивановской башни допустим ручья хомутовка при впадении у вупу также была восстановлена осторожная стена с башнями заметьте друзья написано что стена была не построена а восстановлены и по нашему мнению восстановление укреплений производилось после возвращения людей с торховского городища далее в писцовой книге описываются укрепление земляного города который был построен на месте якобы развалившись острожной стены 16 века эти укрепления судя по описанию представляли собой что-то вроде земляной стены земляными же башнями тут хочу заметить что земляной вал проходивший официально по улице советской по нашему глубокому убеждению ничто иное как попытка расчистки города а засыпавшего его грунта в 2003 году при раскопках производившихся по проспекту ленина 17 были скрыты остатки значительного деревянного сооружения бревна использованные в этом сооружении вторичного употребления так как во многих из них были выбраны пазы и четверти абсолютно ненужные при строительстве подобного сооружения кроме того одно из бревен нижнего яруса заканчивалась четко вытесанным колом при расчистке этого сооружения была обнаружена единственная находка корпус цилиндрического замка датированный 16 17 веками официальные историки предполагают что раскопанные в туле сооружения являются остатками фундамента крепостной стены конструкцию который пока проследить не удалось но им известно что укрепление земляного города просуществовали до начала 18 века и их разобрали при императрице анне иоанновне они это подтверждают найденными при раскопках монетами в слоях перекрывающих слой в котором сохранилась выше описанная бревенчатая конструкция с юго-западной стороны городу как и в 16 веке подходили укрепления системы завитай а вдоль него шел муравский шлях и дорога в города адуэ в крапивну орел и киев и так понятно что основной крепостью тулы нужно считать не распиарены везде кирпичный кремль упоминание о начале строительства которого присутствует только в одном источнике кирилла белозерском кратком летописчики а именно полукруглую крепость деревянные стены которые проходили по улице советской тогда что же получается скажете вы руси на самом деле была деревянной значит официальные историки говорят правду про осталось руси как ни странно но нет наличие деревянной ограды еще не дает оснований утверждать что все строительство было из дерева вспомним башни тульского кирпичного кремля который уходит на глубину восемь с половиной метров они не просто кирпичные они каменно кирпичные теперь друзья давайте взглянем на современную карту тулы еще раз вот наш кремль у него в расчет берем только башни так как стены навальдельные и в большинстве своем имеют заглубление около двух метров буквально осенью 2019 года в кремле проводились раскопки в этом месте где была найдена печь для обжига извести и первый из трех храмов как нам говорят официальные историки отметим это место затем отметим на карте место раскопок в черниковском переулке если кто не смотрел фильм об этих раскопках скажу что там нашли чугунолитейное производство кому интересно можете сами посмотреть ссылочка в описании буквально рядом с раскопками в черниковском переулке располагается комплекс златинских лавок которые официально позиционировались как торговые в чем мы сразу сомнились когда обследовали пока комплекс был еще цел по всем признакам обнаруженным нами тогда мы сделали вывод о технологическом предназначении комплекса к сожалению вскоре после наших съемок его снесли видимо чтобы не раздражал также отмечаем гипархиальное женское училище здание которого также имели промышленное назначение почему мы так считаем объясняется в двух частях фильма про него ссылки также в описании далее отмечаем раскопки на крестовозвиженской площади где были найдены погреба старых торговых рядов про которые археологи утверждали что они не имеют никакого отношения к доменным печам и наконец учитываем раскопки непосредственно на площади ленина перед кремлем где даже официальными историками было дано подтверждение что там находились доменные печи и гончарные мастерские соединив все эти точки получаем план расположения различных печей одного огромного комбината который и огораживала стена по улице советской овал взлетай это не что иное как дорожный насыпь к этому заводу если рассматривать вопрос такой точки зрения становится понятной ширина улицы киевской ведь даже на фотографиях 19 века она смотрелась очень негармонично широкой на фоне двухэтажных домов и узких боковых улочек но самое главное взгляд с этой точки зрения дает предельно ясным и понятным несуразное расположение тульского кремля башни которого в прошлом печи шахматного типа располагались вдоль реки некоторые печи просто разобрали оставшиеся соединили между собой стеной и получился тульский кремль гордость тулы и замануха для туристов при этом реальная гордость тулы металлургия искусство обработки материалов и самое главное люди носители этого искусства как-то это все незаметно отошло на второй или даже третий план а ведь не зря говорят что тула одна большая кузница например то что мы открыли очень много ранее неизвестных педагогических центров которые существовали с древности на тульской земле и до этого да даже буквально можно сказать что это в границах большой тулы все эти находки были сделаны именно в районе города ту и нам стало понятно что не случайно тула является до сих пор одним из центров металлургической промышленности что эти традиции были гораздо раньше и самое древнее что мы открыли это металлургические остатки остатки металлургического производства на поселение первого века нашей эры около деревни страха современные это строится большой на это они не рассчитывали во время археологических изысканий на участке где скоро построят много квартирный дом найдена гончарная слобода 17 века за неделю археологи раскопали сразу несколько печей для обжига все находки располагались на глубине двух метров поэтому ребятам пришлось поработать лопатами по слоям земли скрыты еще больше экспонатов уверены археологи главное найти их среди мусора вот сейчас нам очень сильно мешает вот эта помойка 20 века она сбивает нам секцию то есть мы не можем нормальную секцию выбрать до тех пор пока мы не узнаем до какого уровня идет помойка чтобы снести окончательно и зачистить квадрат непосредственно до этого момента нам приходится выбирать аккуратно минуя горн потому что горн является большой археологической ценностью его копать или не копать вопрос даже не стоял работы начали вести в рамках так называемой охранной археологии чтобы тульскую историю не погребли под слоем бетона раскопки здесь ведут второй год на площади почти 900 квадратных метров большую часть исследовали на той площадке где археологи копали в прошлом году дом уже стоит со строителями работают по схеме через пару месяцев археологи закончат исследовать очередной участок и перейдут на новый а их место займет строительная техника но на пересечении улиц герцена и лончарского пришлось задержаться чтобы выкопать один горн нужна неделя а их уже почти 20 экземпляров не считая посуды и прочей утвари которую находят в процессе работы когда первые горны начали еще думали ну 12 когда уже завалил за десятку уже поняли что вот мы попали на чистое производство так как нету не построек а есть чисто горные производства начались то есть тут именно люди работали не жили а именно работа такого количества никто конечно не ожидал для нас это сами было большое открытие благодаря работе специалистов стало понятно в семнадцатом восемнадцатом веках масштабы глиняного производства в туле были такими что брендом того времени кроме пряников оружие самоваров можно смело приписывать и гончарную продукцию археологи считают что слобода располагалась на площади до двух тысяч гектаров кроме того найден заказ на кирпич который готовили не только для нужд тульской губернии но и москвы есть в туле река рогожня который берет свое начало недалеко от стадиона кстати также как река серебровка только с другой стороны проспекта ленина так вот название рогожня рогозня встречается в сербии в польше в поднепровье и в придонье если почитать песцовые и переписные книги то видно что в церковной рогожни промыслом рогож никогда не занимались нет даже упоминания зато кузнечный промысел имели и лавки на торгу держали заметьте друзья даже церковь не свечной заводик держала а занималась металлургией и имела кузнечную лавку и наверняка кто-то хочет возразить мол для чего в центре тул иметь такой огромный завод что он делал и перерабатывал ведь в тульской области ничего нет на что я отвечу что это мягко говоря не так в тульской земле есть вся таблица менделеева а про то что в тульской губернии велась добыча железа серебра и известняка проекта говорят даже официальные источники помимо этого изготавливалось стекло и керамика а все эти производства основаны на огне высокой температуре и требуют при производстве много воды поэтому и располагались всегда у рек или прудов все это вроде бы подтверждено официальными историками и вроде даже и не скрывается специально никем но также особо и не афишируется брендом тулы стал кремль который может защитить укрывшихся в нем разве что от толпы ходячих мертвецов при зомби апокалипсисе но не более а ведь помимо бестолковой кирпичной коробки на мнимую историческую реконструкцию которой тратятся немалые средства тули на самом деле есть чем гордиться это люди которые несмотря ни на что хранят умения предков по производству филигранных изделий по праву считающихся произведениями искусства а при они гармошка самовар и ружье на самом деле лишь жалкая тень того что на самом деле могут тульские умельцы ну или могли еще совсем недавно лет 200 тому назад друзья эту тему можно продолжать очень и очень долго но сейчас я предлагаю сделать паузу немножко передохнуть написать ваши мысли в комментариях а мы обязательно увидимся услышимся следующих фильмах и к этой теме мы еще обязательно вернемся и думаю что не один раз благодарю вас за внимание всего вам доброго до свидания